Зимечки Лёва! Для времени любого! Спрашивайте в магазинах города! Культурная общественность Шадринска готовит свой город к его появлению на сказочной карте России. 3 октября в рамках конференции на тему «При сети в пространстве и времени», что состоится в Центре Руссконародной Культуры ЛАД, будет всесторонне рассмотрен культурно-исторический, фольклорный и сказочный потенциал Шадринска. Первые робкие предложения шадринских краеведов сделать символом города, придуманный народом здесь сказочный персонаж-царевну Лягушку, постепенно воплощаются в жизнь. Напомним, все началось с предыдущего руководителя отдела культуры администрации города Алексея Бритвина, который серьезно занимался изучением наследия просветителя этнографа Зирянова. Впервые о царевне Лягушке как о символе города на Исети широко заговорили в августе 2014 года на открытии Музея сказок Шадринского края в Центре Русской Народной Культуры ЛАД. И вот уже третий год маленький зал, что не больше комнаты обычной квартиры, регулярно превращается в сказочный конференц-зал, где молчаливые персонажи, придуманные в далеком зауральском городишке, своей красноречивой внешностью говорят экскурсантам, мы здесь рождены, мы здесь давно живем и нам есть о чем вам поведать. А какие же сказки мы с вами знаем? Ну, конечно же, это сказки про животных, волшебные сказки, еще и домашние сказки или бытовые их называют. А волшебная сказка – это всеми нами любимая царевна лягушка. А почему же она волшебная? А потому что в этой сказке очень-очень много волшебства. А какое мы с вами волшебство узнаем и видим? Ну, больше всего это, конечно, то, что наша царевна лягушка оживает, разговаривает человеческим голосом. В Центральной библиотеке имени Зырянова имеется трехтонное собрание этих сказок 1957 года издания. В конце каждого тома есть комментарии составителя с точным указанием географического места и имени человека, записавшего ту или иную сказку. Основатель нашей библиотеки Александр Никифорович Зырянов Долгие годы занимался очень серьезным изучением истории, этнографии, фольклора нашего края. Все свои записи он направлял в Русское географическое общество. И вот в 1850 году он направил туда свою рукопись, содержащую 17 сказок, записанных им в Шадринском езде, в том числе и сказка «Царевна лягушка». В это же самое время, как рассказывает Марина Юрьевна, в Санкт-Петербурге в архиве работал над материалами к своим сборникам русский фольклорист-исследователь Александр Николаевич Афанасьев. И он включил в свой сборник русских народных сказок все шадринские сочинения. Во втором томе сборника за номером 267 опубликована наша сказка «Царевна лягушка». Но не секрет, что сказки с подобным сюжетом есть и в других странах. Но, как подчеркивает Марина Гуляева, наш вариант особенный. «Царевна лягушка» Узырянова – это Елена Прекрасная, а не Василиса. А супостат, что заколдовал ее вовсе не Кощей Бессмертный, а Иноземец. С другими городами шадринцам побороться за символ «Царевны лягушки» есть смысл. Существует веское доказательство того, что эта сказка рождена в Шадринском уезде. В комментариях к этой сказке Афанасьеву написано, что сказка номер 267 записана в Шадринском районе Курганской области государственным крестьянином Александром Зыряновым рукопись сохранилась. В декабре 2016 года в фойе Центральной библиотеки имени Зырянова в год ее 140-летия появилась скульптура «Царевны лягушки», автором которой является Александр Галяминских. Однако на постаменте четко высечена фамилия не скульптора, как это водится, а фамилия создателя необыкновенного сказочного персонажа, о котором все больше узнают и шадринцы, и гости города. 3 октября конференция «При сети в пространстве и времени», что пройдет в Центре руссконародной культуры «Лад» будет посвящена памяти краеведа-фольклориста Марины Казанцевой. На эту конференцию приглашен и инициатор создания сказочной карты России московский журналист Алексей Козловский. Появится ли Шадринск на этой карте со своим символом царевны лягушки, покажут результаты форума. А пока поиск самых разнообразных видов сказочного символа нашего города для пополнения музея шадринских сказок продолжается. Своими руками сделано очень мало лягушек, но мы не откажемся их от покупных лягушек. Но хотелось бы, чтобы своими руками вытавливали. Сейчас очень много различных пластика и глина. Мы рады видеть любых лягушек. И какие-то мультяшные, и более похожие на лягушку. В общем, разнообразных лягушек мы можем принять. Как знать, возможно, этот нехитрый фольклорный персонаж в рамках культурно-туристического межрегионального проекта «Сказочная карта России» сможет для продвижения нашего города и его достопримечательностей сделать больше, чем все чиновники вместе. А если нет, то хотя бы украсит серые будни зауральцев и сделает их чуточку волшебными.